Дождь внутри дома. При покупке этой квартиры в декабре 2017 у семьи Погосян не возникло никаких подозрений. Цену продавец запросил достаточно высокую. И это оправданно. В квартире хороший ремонт. Единственный минус – верхний этаж. Семья взяла ипотеку, приобрела трешку и счастливо обживала ее почти два месяца. До тех пор, пока не произошло ЧП, обрушился потолок в кухне. Вода стекала, мы пожаловались в управляющую компанию. В итоге рухнул потолок. Здесь была моя сестра, не было бы натяжного потолка, все бы обвалилось. Потом нам фанерочкой прикрыли, сказали, летом придем сделаем, перекрытие перегнили, ничего не пришли, не сделали. Вот как бы так и живем. Но это было лишь начало весны. Затем в квартире буквально зазвенели капели. С тех пор прошел год. Новый февраль – новые течи. Все стены в квартире мокрые. На свежих обоях появился грибок. Опасаясь новых обрушений, жильцы теперь стараются своими силами сливать воду, скопившуюся в навесных потолках. Но все равно боятся. С ними проживает парализованная пенсионерка. Убежать или увернуться не сможет. Если не натяжной потолок, здесь тоже будет та же ситуация, что и на кухне рухнет прямо на бабушку. Вот муж сделал. Как-то вот у каждой два часа сливаем. Ну, 21 век. Обидно, конечно. Это не единственная нехорошая квартира в доме. Соседи семьи тоже мучаются. У нас отключен свет на кухне, в туалете, в коридоре, потому что с потолка течет на потолок и по проводке. А вдруг будет замыкание и произойдет пожар. А мы здесь периодически бываем, потому что я работаю утро-ночь. Ребенка отвожу к бабушке. Здесь квартира пустует. Сколько лет у вас ребенку? Пять лет ребенку. То есть тоже в таких условиях уже? Да. Он даже боится ходить по квартире один. Вот сходим с фонариком. При том, что крыша в дырах, а стены в грибке, зимой управляющая компания, обслуживающая дом, затеяла косметический ремонт в подъездах. Довольны были. Вот на самом деле думала, господи, наконец-то стали что-то делать. И тут я выхожу, смотрю, а тут немного так только было. На следующий день уже. А у нас в прошлые годы вообще вот отсюда вот туда все стекало. Так что я не удивляюсь, почему ощущение, что там балки трещат. Что это вот... Ну и вот результат, пожалуйста. Делали ремонт, не делали ремонт. Работы еще не завершились, а уже канули в воду. Очевидно, вместе с деньгами жильцов, выделенными на это дело. Почему управляющая компания, зная ситуации, повторяющейся каждую весну, вообще затеяла ремонт, вместо того, чтобы отложить на восстановление хотя бы частичные крыши? Этот вопрос нам посчастливилось задать лично директору организации. Причем подъезд? Делаем и подъезд плохой, и кровля плохая. Ну и что сейчас? Давайте ничего не будем делать. Ждать, когда 21-го года? Правда? Кровлю латаем, кровлю чистим по необходимости. Очень, и жители знают. Они там сами ее латали, уже там процентов 30 на металлическую заменили. Так может, те деньги, которые вы сейчас потеряете на подъезде, потому что он снова весь потек? Порядок подъезда. Делаем подъезды чистыми. Как дожить до капремонта? Главный вопрос на повестке дня. Жильцы боятся, за два года может произойти все, что угодно. И главное, что доводит семью погасян до отчаяния. За эту квартиру они должны ежемесячно в течение многих лет выплачивать ипотеку. А если управляющая компания по суду и вернет компенсацию ущерба, то только банку, ведь пока вся сумма не погашена, он владелец. А семья так и будет жить в сырости и ежегодно бояться оттепелей.